Микс билд. Уже видели Разора от Йелл Сумарин в прошлой их игре. Вроде от Йелл Сумарин. Там был очень странный набор артефактов на Разора. Зашел вроде не особо плохо. Светится молния прям во рту. Вот я сейчас начинаю приглядываться на картинку этого Разора. Анимированную. У меня такое ощущение, будто он просто стоит боком, короче, к тебе. Как будто у него лицо повернуто. У нас. И мы видим его щеку, и в дырявой щеке виднеется молния. И во второй щеке то же самое. Вон там два рога. Вот один, а вот второй. И здесь такой один большой рог. На самом деле лицо вот здесь. А не вот здесь. Раскрыли тайны Разора. Кстати, Каипи забирают себе шадоу шамана. Не сказать, что какой-то суперсильный набор саппортов сейчас нам Бон Севен показал. Но Фейслос Войт и Тим Барсоу два очень сильных товарища. Посмотрим, конечно, кого вот с такими вот героями Каипи доберут еще. Ну, то есть, либо героя на легкую линию, либо героя в мидлейн. Тут все зависит от самого Бон Севена. Как он решит эти линии поставить. Но у Йелла Субмарин есть Разор, который 100% должен идти на центральную линию. Элдер Титан и Бэйн, которые будут выполнять роль саппортов. Так что нам предстоит увидеть оффлейнера сейчас, скорее всего. Ну, а потом увидеть героя на легкую линию для самого Артеса. Любит, кстати, Артес придерживать пик именно себе. То есть, забирать Кири последним. Практически все время, как делает капитан команды Йелла Субмарин, все время держит героя для себя. Вот сейчас забирается Дум, и теперь я почему-то не уверен, что Элдер Титан будет в роли саппорта выступать. Потому что Дум сложный мне совершенно не нравится. Я бы лучше посмотрел на Дума с Айрон Талоном, чем на Дума в сложной. Пусть уже Элдер Титан постоит на сложной линии. В целом, решение забрать Дума, оно обосновано. И против Фейслос Вайда неплохо действует, и против Тимбера неплохо действует этот Дум Брингер. Может, тоже стулы какие-то у крипов забирать, кушать их. Откидываться хоть каким-то образом. Очень сильные ранние замесы получаются и у одной, и у второй команды. Так что, по идее, с самого начала должен быть экшн. Команда должна бегать, друг друга убивать. С одной стороны, Тимбер с Шадоу Шаманом, Личом и Фейслос Вайдом со своими куполами, чайниками, змейками, понятное дело. Ну и Тимбер, который сам по себе уйму дэмэдж вносит. С другой стороны, Йелл Субмарин, у которых очень плотные герои, и герои, которые много дэмэджа наносят. Причем Дум бьет процентно. Тимбер соот этого страдает. Бэйн тоже может придерживать, чекотать Разор, который, ну, очень хорош в начальных стадиях игры. Сложно его убивать, и подходить к нему вообще под этими ультимейтами, под этими стати клинками достаточно сложно. Ну и не забываем про Элдер Титана, который всю эту стратегию дополняет. Бон Севен решил перечеркнуть Террор Блейда. Я Артиса, если видел на Террор Блейде, то очень мало раз. Но могло получиться. Опять же, Террор под Элдер Титаном, по-моему, очень хорошее решение. Пятый бан. Йелл Субмарин, ДП отправляется в бан, и Йелл Субмарин забирают Снайпера. Причем, максимально быстро Артис забирает этого героя. То ли заготовочка, то ли просто решил вспомнить о Снайпере, который будет стоять из-под тишка настреливать по лицам противника. Не исключено, что Снайпер будет максить Шрафнельку какую-то. Но все-таки нужно здесь откидываться, потому что Шадоу Шаманом ребята будут просто идти вперед, бить Таура. Шрафнель может отодвинуть этот пуш. Нанося дэмэдж. Ну и убивать Змейки Снайпер, конечно, издалека тоже сможет. Тинкер! Тинкер от Каипи. Вот, кстати, было-было такое у нас раньше, когда в Мете был Снайпер. Забирали либо Фантом Ассасин, который блинком сокращал расстояние до Снайпера. Также забирали Тинкера, который тоже может блинком быстро добираться до Снайпера, наносить ему очень много урона или хотя бы откидываться лазерами и заставлять Снайпера месать. Грамотно, как ни крути. Салар же и представим команды. Как он и почему столько... Салар же и представим команды. Салар же и представим команды. Может быть, приболел, может быть, еще что случилось. Время решайфов знаменитое. Кто знает, кто знает. На паблике проскакивает информация, кто когда будет играть, на какой роли, кто замена, кто не замена. Почему один из игроков отсутствует. Забирает Элдер Титан и PSM, поэтому можно представить быстренько коллективы. Пауза уже, по идее, должна будет отжиматься. Артас, капитан команды Йелл Субмарин. Сыграют они эту игру за свет. Будет играть на Снайпере. Эволюшн сыграет на Бойне. Лолик на Разоре. Йорк будет играть на Думбрингере. И PSM на Элдер Титане. Ну и команда Каипи, Бон Сэмон, будет играть на Тинкере. Вот опять же смена позиций. Бон Сэмон будет исполнять на центральной линии. А Синг Синг на Фейслос Вайде будет играть на легкой, судя по всему. Айлайдай будет играть на Личе. Закун Тимбарсоу и Секси Бомбо на Шадоу Шамане. Кстати, тот самый Тимбер, который пойдет в сложную линию. Который наверняка должен быть вместе с Личом на одной линии. Да и они могут там очень много всего сделать. И Бэйн может пострадать от их рук. И Снайпер, понятное дело, тоже много дэмэджа он, конечно, вносит. Но Тимбер с Реактив Фармером будет дефаться, по крайней мере, первое время. Первое время Снайпер особо и бить не может. Он 42 белого урона. Что он вообще будет делать Тимбер, мне не совсем понятно. Скорее всего, ожидали увидеть Хейслос Вайда на сложной линии. Ну, вернее, на своей легкой линии. Но увидят Тимбера, который с Реактив Фармером будет поглощать очень много урона Снайпера. Будет Йорк, по идее, периодически выходить. Но какой-то супер странный закуп у Йорка. Я привык к тому, что Дум либо покупает сапог, либо покупает талон. Идет в лес. Или идет роумить. Даже не роумить, а просто задача такого Дума это зонить вражеского мидера бегать. А здесь что-то вообще непонятное. Что это за Столдшилд, ветка и 4 тангуса. Какой-то очень странный Дум. Что он будет делать, я не совсем понимаю. Это очень странно. Еще Йорк Сареву себе несет. Будет со щитом. Роумить. Тинкер. 350 АМС. Здесь 290. Вопрос как? Ты собираешься догонять этого Тинкера. Забирается дверу на богатство. Одна подбирается Думбрингером, другая подбирается Тинкером. Дум сворачивает в лес. Здесь у нас PSM блочит хрипов. Что вообще происходит на этой карте? Лолик отправляется на Розори на верхнюю линию. В Мидлейне у нас будет стоять PSM на Элдер Титане. Вместе с Думом, который будет по идее сюда выходить. Что? Что придумали вообще эти ребята? То есть я ожидал увидеть, либо Думов сложно, либо еще где-нибудь. Этот парень просто пошел в лес с очень странным закупом. Может быть он решил скушать вот здесь вот крипа. Понимая, что вот здесь его заблочили. И вернуться на сложную линию. Вот так еще Столдшилд более или менее окупает себя. Хотя Столдшилд и Ринков Протекшн смотрятся куда круче. Против вот этих вот героев. Но и Лолик приходит. Как же странно, если Марин это сделали. Ну все нормализовалось. Теперь мы понимаем, как будут обстоять дела. Может быть Йолус и Марин хотели немножко запутать оппонента. Может быть просто договорились, что так и будут делать. Спаун заблочить. Давай ты пойдешь туда. Давай я пойду сюда. Лолик приходит на Экспириенс. Правда, Бон Сэмон заставляет его вмесать. PSM до сих пор стоит в Мидлейне. Он тоже второго уровня, как и Лолик. Бон Сэмон тоже только что поднял левел 2. Йорк. Вот только выходит Йорк. И что он делает? Абсолютно ничего. Единственное, что его спасает, это тот крип, который его скушал. Вернее, которого он скушал. Боже, что не заговариваться уже. Начинаю. Йорк отпевается с Аливой. Ой-ой-ой, как же пронесло сейчас этого дума. Покупает себе тпшку. Понимает, что нужно срочно бежать и отдаваться нейтральным крипам. Хотя отъедается тангусом. И может быть просто свернет. Либо пойдет отдаться Эншентам. Либо просто бежит тоже до базы. На краешке установили. Сентри Вард. Здесь Тимбер с Пайлайдаем борются с Артасом и Эволюшионом. Эволюшион сейчас возьмет второй уровень. Снайпер левел 2 тоже качает шрапненьку. Как и говорилось. 7 на 1 крипстат. У Зекуна на Тимбере тоже 7 на 1. Прошу прощения, пропуская Ферсблат. Здесь Шадоу Шаман вместе с Бон Севеном. Все-таки забрали Дума, который непонятно зачем развернулся назад. Хотел подконтролить рунку. В итоге отъезжает. И Ферсблат отдает Шадоу Шаману. Лолик продолжает получать лазера. Бон Севен уже 3 уровня. 12-7 у Фейслос Вайда. 10 на 2 у Лолика. 9 на 1 у Артаса. 9 на 1 также у Зекуна. Зекун, кстати, пробивает Артаса. Артас очень сильно замедлен. Как же вот эти вот Тайс Арморы приятно действуют для Зекуна и Пайлайда. И как же они неприятно действуют для Эволюшина и Артаса. Усыпили Зекуна. Он говорит, ну ладно, беги тогда. Нужно немножко подрегениться. И тогда можно будет снова делать выпады на Артаса и Эволюшина. И вот такие вот выпады будут постоянно. Чем больше уровень у Лича и Зекуна, тем больше проблем будет у Артаса и Эволюшина. Не совсем я понимаю властык снайпера. Хотя, если PSM перетянется, здесь уже все может пойти иначе. Что-то, Пнелька падает, Карасик, Зекуна, Зекун стоит, собирает реактивармер скрипов. Еще откинулись. Чайм Фростом, вернее, Фастбластом. Пайлайд дай. Чайм Фростом еще откидываться не может. К большому сожалению для него. У Лолика 16 на 4, у Бонсевана 9 на 0. Кстати, Бонсеван по крипстату, по крайней мере, линию проигрывает. Но есть к нему один ассист. Из маленьких плюсов, приятных. Синфинг все еще стоит и фрифармит на этой линии. Больше сюда никто не выходит, не ду, никто-либо еще. Он просто пошел в лес, слушал крипочка, видит Бонсевана. Но, по идее, вот так вот должен быть и постоянно есть этих крипов для того, чтобы Бонсевану не дать спокойно фармить стаки. Бонсеван, конечно, должен позвать одного из саппортов. И наказывать Йорка за такие вот мувы. Кстати, секси-бамбо замечают. Побежит ли разор куда-то вперед. Начинает с Бонсевана высасывать своей плеткой дэмэдж. Разрывает ее. Будет пытаться сейчас убить секси-бамбо. Секси-бамбо пока что ничего не юзает. Держит сеткой Лолика. Летает лазер, летает все остальное. Но в итоге Йорк забирает одного. Бонсеван тоже проседает потихонечку, как и Лолик. Лолик отпевается ботом. Летит в Бонсевану. ПСМ очень вовремя сюда подходит. Стомпит Бонсевана. Еще и хороший бодиблок от ПСМ. Ему нужно дать еще одну-две тычки. И Бонсеван отправится в таверну. И эти одну-две тычки ПСМ на пару столикам выдают. Разор. 1-0-1. Давайте посмотрим Fight Recap. 760 голды заработали за Шаду Шамана и Тимкера. Хорошее начало игры от Йеллоу Субмарина на самом-то деле. Уже не так уверенно себя каиты показывают. Оказывается, не там, где нужно. Ну и файты не совсем грамотно проводят. Хотя о файтах тут и говорить толком нельзя. Потому что их не было как таковых массовых. Зекун видит Артуса. Просто заходит, опять же, собирает реактив-фармер под крипами. По таверам уже спокойненько может их пилить. Артус тоже стоит, отстреливается по рунжовым крипам. Он должен понимать, что не все так просто. Хотя здесь приходит Эволюшн. По-моему, ПСМ тоже недалеко. Можно попытаться Зекуна застомпить. И Артус может как-то Шрапнелькой помочь. Которая уже, между прочим, второго уровня. Зекун бьет Артуса. Артус бьет Зекун. Вот он хочет на Тимберчейне прикатиться, но промахивается по Артусу. Но это уже верная смерть без размена. Абсолютно. По Шрапнелькам. Шрапнелька через 30 секунд все заряды потратил. Хотя я сказал верная смерть, но не все так просто. Зекун двигается дальше. Крипы в лочи, очень обидно, срезает деревья. Еще один стомп. Эволюшн брейнсап через 4 секунды. Прилетает сюда Йорк. У Секси Бомбо проблемы. Артус подрезает его. Постоянно действует пассивочка Секси Бомбо за Медлен. ПСМ с Эволюшном и Йорком тоже бегут туда. Пытается Секси Бомбо выиграть время для своей команды. Забегает в деревья, но... Все-таки не получилось зайти в саму тень. Снайпер делает фраг. 170 голды с него срезает. И счет становится 4-1. Ну как же долго сжил этот Тимбрсо, причем он выжил в итоге. Реактиварм дает себе знать. Сурки вообще не могут пробить этого Закуна. Только если с Томпа заходит, только если пассивочкой находится Элдер Титана. И то пока что пассивочка первого уровня, она там не особо много срезает. Давайте посмотрим, что по общей ценности. Синг-Синг, про которого все совершенно забыли. На первом месте 2760. Есть у него купол, есть 6 уровень. Никто к нему на линию абсолютно не приходит. Вот сейчас двигается туда Думбрингер. И возможно позовет Синг-Синг кого-то на помощь для того, чтобы сделать фрифраг. 2500. Общая ценность лолика. Разор в Медлене. 3500 также у Артеса на снайпере. Вот как же я давненько не видел снайперов вот этих. Последний раз, когда я видел снайпера, это еще играли Тин Спирит. До Интернешнала. Настреливал этот юнец. Я сам, кстати, юзает смок. И Артес начинает рано подключаться. Хотя Артес все еще 5 уровня. Зачем так рано подключается Елл Сабмарин, я не совсем понимаю. Причем они идут убивать Синг-Синга. Вообще очень сложно представить. Либо они идут убивать стаки. Если второй вариант, то это очень крутой мув. Артес. Шрапнейтка третьего уровня замечает стаки. Еще и Лорик сюда подходит. Шрапнейт полетела. Стом полетел. Крипы сыпятся потихоньку. Помаленьку. Тинкер. Вот когда забирают стаки, мне кажется, в стороне плачет минимум один Тинкер. Кстати, Силы Тьмы просканировали территорию. Нашли врагов. Синг-Синг видит их. Купол можно поставить. По двоим ставят. По двоим купол. Лорик очень вовремо подключает статик линк. Это как раз какие-то, про что я говорил. Но у Синг-Синга есть пассивка, поэтому должен погибнуть этот молодой человек. Лич тоже отправляется в таверну. За Бан Севеном в погоне продолжается. Йорк поджег землю. Ой, еще и Крит срабатывает. Как же вовремя Бан Севен догорает. Из-за огня. Но закон отвечает. Главное теперь Лолику уйти. Тогда размен выйдет 100%. Пользуя делу Субмарин. Откидывается плазмофилдами. Фейслосходит к передуму. Резко говорит, не нужно мне за Лоликом гнаться. Иначе еще один плазмофил даст. И Лолик находит руну регенерации. Какая же удача. Правда, не смог уехать с пилы. Секси-Бамбо может придержать и щекотать немножечко Лолика. Фиксует его. Щекотать не начинает. Не дотягивается сейчас Шейклом. В итоге Лолик убегает. Вот теперь размен очевидно в пользу делу Субмарин. Мало того, что они забрали Кора Тинкера. Который до сих пор без травелов. Правильно? Без травелов действительно восьмая минута. И он к ним вообще не приближается. У него 2000 нетворса. Так еще и забрали Стаке. Забрали то, благодаря чему вообще живет этот герой. Не так-то все и просто. Казалось в первой игре, что на голову выше Каипи. А тут... Делу Субмарин показывает игру гораздо грамотнее. Ну даже не то, что гораздо грамотнее. Они просто показывают грамотную игру своими героями. Они перемещаются. Они знают, где они сильнее. Они знают, где они могут подфармить. Понимают, как исключить этого Тинкера из игры. И это действует. Артас еще на третьем месте по общей ценности. Здесь только что подфармил огромное количество стаков. ПСЭК. Вилка 670 голды. На графиках у нас 250 по голде. 500 по экспириенсу. Каипи впереди. Дум. Левел 6. Ждет врага. Ждет пока Тинкер, судя по всему, опять прилетит. Но Бон Сэм он кормит стаки, которые только что наделал. Маловато их там, конечно. Но хоть что-то. Зарабатывает денежку. Зарабатывает экспус. Здесь, кстати, с этим пинкой высасывают урон из Пайлайдая. Уже 112 урона насосали у него. Лолик, правда, замедлен. Из-за неприятной штуки в виде Айс Армора. Поэтому дальше не побежал. Но повезло, Пайлайдая. Убежал успешно. Правда, здесь Лолик все равно 112 урона имеет. Похлестал пару раз Таур. Подрубил. Заставил, вернее, подрубить глиф оппонента. Как-то по всякому бомбо зашел этот Плазмофил. Не нужно больше так делать. Йорк приходит, убивает ранжевого крипа. Кстати, по артефактам вообще что у Йорка? У Йорка виндлейс. Транквилки. 1200 голды. Можно проклипить героев по-хорошему. У снайпера все то же, что и было. У Война ничего. У Розора Боттл Физы, Брейсер, Тики. Ничего такого. Здесь у нас у тинкеров всего лишь 750 голды. Есть Суллинг, есть сапог. У Лича, который стоит с Макеем вместе с Синксингом. Здесь готовится атака. Закуна прекрасно видно, но я думаю, Вейн уже не жилец, как и снайпер. В принципе, поставили кубол на снайпера. Артас должен рассыпаться. Найтмэр, конечно, про Эволюшн. Да, он попытался засейвить его. В итоге сам может приехать. Из-за этого Шейкланд придерживает секси бомбо. Прилетает Розор, Йорк, КПСМ. А вот это может быть очень жесткий ответ. Эволюшн все еще живет. Синксинг страдает. Много демо же получается, находится под думом. Поэтому таймволк использовать никаким образом не сумеет. Смогут ли сбить тпшку Тимберсоу? Оказывается, на базе. 7-5. Вал, 1-464 голды для Каипи. Неприятно, конечно, что потеряли Фейслес Войда, но они забрали Снайпера и Бэйна. Опять же, минус огромный. И Тинкер может сокращать расстояние до этого Снайпера очень быстро. И Фейслес Войд может сокращать расстояние. И Тимбер тоже будет сокращать расстояние. По идее, вот этому молодому человеку, если все будет хорошо, следующим артефактом может появиться Даггер. В этом плане Снайпер не так хорош. Он все еще уязвим, когда ты дерешься в притык. То есть его не крейдили, ничего его не делали. Его просто резали. Купил себе Нарпас Огрклаб. Ну, Драгон Лэнс, скорее всего, будет делать. Надеюсь, что без пики. Драгон Лэнс вещь хорошая, пика вещь сомнительная. Ну, на Снайпера, по крайней мере, точно. Тут, кстати, тоже стаки подъехали для Артуса. Набивает крипстатик на маленьких крипочках. У нас здесь смог забег от Лолика, Эволюшена и ПСМ. Что у нас тут за рецепт? Рецепт на барабаны появился у Лолика. Ждет, когда умрут крипы. Ждут, когда смогут выйти в спину Пайлайдай. Но Пайлайдай должен все понимать. Нет почти никого на карте. Пайлайдай отбегает. Выбегает Лолик. Пейлайдай с Эволюшеном все еще смоках на смоки заканчиваются. Поэтому Лолик делает что-то вообще непонятное. Здесь крипы далековато. Кстати, силы тьмы засканили территорию. Никого здесь не нашли. Нужно было немножко правее попытаться заюзать. Этот радар тогда спалили бы всех. И все. Интересно, что они вообще хотели сделать с этим смокгангом, если они не выбегали до конца на Пайлайдай. Дум. Барабаны, рейндропы, трампилки, барабаны также у Розора. Вот только что появились со змейками. Разбираются, не получилось у Шадоу Шамана засплитпушить, как хотелось. Вообще, очень странно, что он выбрал именно центральную линию для сплитпуша. Противник находился здесь. То есть, логично, либо заставить их затпшиться сюда для того, чтобы задефать. Либо просто забрать дальний Тауэр от них. Вместе с тиммейтом, допустим, Синксингом. Который с радостью бы помог Секси Бамбо. Кстати, я забрал от Секси Бамбо дабл дэмэдж. Тпшиться на центральную линию. Понимаю, что ему по-хорошему нужно заденайть Тауэр. Кстати, с дабл дэмэджем он может это сделать. Тауэр денайбл. Олик боится. Откидывается всякими неприятными вещами. Кстати, лидж заденайл Тимпосоу сейчас. Прителый тиммейт от снайпера. Йорк жжет землю и добивает лиджа. Минус два. Вот такое вот нападение. Случилось от Йелл Субмарин. 8-5 становится счет. На графиках 343 золотых монетов заработал Дум. Минус 448 для Каипи. А на графиках, про которые я только что сказал. 250 кугал, где преимущество за Каипи. И 2,5 по Экспириенсу. Вот кажется, что Йелл Субмарин вроде ведут, а вроде и нет. Сим-Сим забирает Тауэр. Там, кстати, Шадоу Шаман все-таки не отдал башню врагу. Тинкер с траволами, наконец-то. 14-ая минута. Кстати, что у нас по общей ценности? 4500 у Бансаона. Ну, подтянул немножко. Фейслесс Войт левел 10. ПТ, Персик, 1470 голды. Но опять вот эти вот фейслесс Войды через Линкен Сферы. Дело такое. Ну, то есть ситуативно. Слишком много времени требуется фейслесс Войду для того, чтобы вступить в игру и наносить демэдж. Потому что после Линкен Сферы другое появляется, не сильно помогающий наносить демэдж. То есть, может быть, Яша какая-то. Будем смотреть, как Сим-Сим будет с этим справляться. Там, кстати, нарывается эволюционная проблема. Очень мало короби у него остается. Как же хорошо Зекун находит дерево и убивает его. Сим-Сим закрывает Лолика в куполе. Высасывает весь демэджу. Лолика проблема. Накрывает его. Сим-Сим как-то можно. Пошел разрез. Разрез, по-моему, вообще никого не достал. Секси Бомбо тоже выживает после улечения Майфа Снайпера. Ну, легким испугом отделались. Йоу Субмарины Каипи. Шадоу Шаман почти погиб. Те потеряли только Байна не критично. Хотя очень много сполов проюзала. И одна и вторая команда. Графики. Что после этого нам расскажут? Четыре тысячи по экспириенсу. По Галтия... Две тысячи уже. Общий счет. 8-6. Снайпер у нас с Драгон Лансом. С Файзами, с Ахвилкой. Тысячи Галды сверху. Синг-Синг. Ну, блин, это Лимкин Сфера, конечно, не дает мне покоя. Синг-Синг уже так второй раз делает, вроде бы. То есть, в прошлый раз... С кем же играли Каипи? Гейминг. Да, и там Синг-Синг играл на Фейслос Вайде. Он делал то же самое. Играл точно так же с Линкой. Но тогда Синг-Синг мог ставить очень крутые купола. Пока что по одному, по двум. И не особо получается. Потому что либо Разор, кстати, Клинкой высасывает с него дэмэдж. И он не может просто наносить урон с руки только с помощью пассивок воевать. Либо просто купол по одному. И этот купол абсолютно ничего не приносит. Секси-Бомбо. Стоит в кусте, как ждет, пока выйдет PSM, возможно. Но я сомневаюсь, конечно, что он с Элтер-Титаном сможет что-то сделать. Даже если змейками закроет. Ну, слишком много здоровья у этого Титанчика. Секси-Бомбо. Выходит, смотрит. Тут еще и Астрал Спирит нашли. Разор. Левел 11. Ох, приклад. Барабанчики. Блин, как же Лолик. Медленно получает деньги. Вроде 5600. Артефактов толком никаких нет. Тингера били-били-били-били. Теперь этого парня оставили в покое. Если ты хочешь загнобить Тингера, мне кажется, нужно на протяжении... Ну, хотя бы 17-20 минут его гнобить. Бегать, чистить лес, чистить стаки. Получилось сделать этого уелого самарин. В итоге после травелов Блинблайгер появляется у товарища Тинкера. Так, прокликать снова нужно. Посмотреть, что новенького у снайпера. 1800 голды, как видим. Вряд ли здесь подстрянет имберсов. Плайлайдай стоит в спине. Есть у него ультимейт. Готов откидываться, готов сбивать все, что нужно. Может сбить ультимейт в войну своим ультимейтом. Так, 8-6. Что-то приостановилось. Игра, когда у нас там уже последний фраг был. Ну, пару минут назад. Ну, вот только заговорил про фраги. Сразу же Элдер Титан забирает лича. Думан подождите Тинкерсову. Ну, вот, наконец-то начинает действовать этот Дум. И Синг-Синг ставит хороший купол по троим. Приходит Бонцева, начинает отстреливать ракетами и машинами. Все еще живет к Тимборсову. Приходит Лолик, наконец-то. Вступает в войну и забирает этого Тинкера. Который уже, кстати, практически скрылся. Песом не смог ударить по земле ногой. Не смог топнуть. Лолик выбегает, видит змей. Просто ребята начинают кружить вокруг да около. Синг-Синг без дема с жеходным фиболом. Еще и Лолик сейчас начнет подсасывать урон. Тинкер возвращается в игру. И Лолик тоже отправляется в таверну. Ну вот, казалось бы, неплохо все должно было закончиться для Елл Суммарин. Но, конечно, как-то слишком удачливо, что ли, сыграли. Пришел Синг-Синг, увидел троих, поставил купол. В это время забрался Тинкер. Ну, очень много демоджей, я полагаю. Но нет, ну вы посмотрите на этот урон. На 18-й минуте парень 3400 урона выдал. Своими машинами, ракетами, лазерами и прочим. За стомпить PSM никого не смог. При этом Лич даже не кастовал ультимейт свой. Боже, как это все так получилось? Странно. Синг-Синг врывается на PSM. Начинает его фокусить. Здесь Evolution неподалеку сбивает Синг-Синга. Виндюс сферу. Полетел чайник у PSM проблемы. Должен дать еще одну тычку. Раскирил его за куны. Evolution теперь пытается смыться. У него нет абсолютно никаких скиллов. Поэтому, скорее всего, его убьют. У Синг-Синга есть таймволк. Он должен прямо сейчас на нем уходить. Йорк, конечно, с этим имперным гейдом делает неприятно Синг-Сингу. Здесь Разорчик, кстати, с Пайлайдая подсасывает урон. Пайлайдая понимает, что отправляется он уже на базу 100%. Но эти молодые люди убегают. 11-11. Опять же, сравниваю Личок. На этот раз, конечно, драка в пользу Ялу Субмарин. Вышло. 578 голды заработали. Лич погиб. Правда, за Элдер Титану не показали сумму. Секси Бамбов стоит в Ростиде. На Блиндагере уходит. Вовремя я его купил, кстати. Ну, вот тот самый герой, который потенциально тоже будет Блиндагером и будет сокращать расстояние до Снайпера. Здесь мой Альстром появляется. Нужно только доставить его себе в Курьере, и Курьера уже юзает Артас. Он летит издалека. Удерка. Блиндагер, Барабан и Транквилы. Ну, можно прокликать. Кстати, вон, в самом-то возникнут проблемы. Прямо Эволюшн начинает его щекотать. Вон, кто-то неподалеку. Ни на тот кого. Хороший выход от Я и Субмарин. Хороший выход именно от Эволюшна. А Секси Бамбо все бегает и бегает. Все кого-то ищет. Кстати, может Артаса зацепить вместе с Сингтингом? У Сингтинга есть. Купол, он уже, по идее, должен выпрыгивать на таймволке. Выпрыгивает. Очень неудачно закрывает Секси Бамбо. Но, несмотря на это, он, по идее, должен его пощекотать. Хотя приходит Дум, поджигает Секси Бамбо. Артаса еще живой. Сингтинг будет прыгать дальше или нет? Прыгает дальше. Башек срабатывает. Очень неудачно получилось. Опять доля везения. Но Тинкер, Лич и Шадоу Шаман уже находятся в таверне. И Сингтинг, скорее всего, тоже погибнет. Прыгает Йорк и добивает его. Даблкил для Думпрингера. Йорк набирает превосходство. Кстати, по сравнению с первой игрой, Йорк гораздо круче игры показывает. Кстати, я так и не понял. Лича забрали под Сирдва Тауэром. Он даже в драку не смог прийти. И Тинкера забрали здесь. То есть, две параллельные драки у нас происходили. К сожалению, не мог я видеть и одной, и второй. Вот, Эволюшн очень-очень глупо погибает. Ракеты. Будут ли что-то делать с Зекуном? Зекун откидывается пилами. Приходит Бонсевен, дает лазер по одному, убивает одного. Лолик может тоже погибнуть. У Бонсевена заканчивается мана. Это единственный минус. Лолик очень быстрый. 455 МС. Приходит Йорк Инфернл Блейд по Бонсевену. Но Бонсевен понимает, что ему нужно бежать. Пила попадает точно в Цельсекс, и Бонбони подалеку от Бонсевена идет. Топешка от Пайлайдая. Зекун пилит Йорка. Ну и Йорк скорее не укропит абсолютно уже никак. Минус Йорк. Только все сделали хорошо, сразу же пошли и закинули к Чехуном. Вот что отличает нормальную доту от нашей Тир-2 или от нашей СНГшной доты. Только ты делаешь все нормально, хочешь закрепить свое преимущество, идешь и все его отдаешь. Итоги, правда, тоже корявые по-прежнему. На графиках у нас 5000 по голде. За пятерочку по экспириенсу. Каэпи впереди. То есть, миссили, миссили их телу, субмарин, миссили, миссили. А Каэпи говорят, ну да. Сори, но мы все равно ведем и по голде, и по экспириенсу. Фейслос Войт покупает Брингдагер. Вот опять то же самое, да, ни в дэмэдж, ни во что. Брингдагер, потом Яша, Мантастайл, которые тоже особо ДПС не добавляют. Только потом могут появиться какие-то диффуза, и то я не уверен, что здесь Синг-Синго особо они нужны. И снимать толком нечего этими диффузами. Нужно что-то более доважащее. Может быть даже какие-то дорогостоящие артефакты, вроде Бетерфляев, попытаться собрать Синг-Синго после Мантастайла. Почему бы не попытаться. Кстати, что там у Тинкера нового? Линза, Пойнт Бустер, буду делать и до ним. Прилетаю к тиммейкам, откидываются машинами. Говорит команде Йеллус и Марин, чтобы они сюда... Ну, намекает, вернее, команде Йеллус и Марин, чтобы они туда не подходили, иначе эти машины могут уже очень сильно их накоцать. Ну, а Синг-Синг с компанией, по идее, должны распушивать Тир-1 Тауэр. Здесь параллельно Артас припушит и, возможно, заберет Тир-1 на Боттаме. Глифа нет, прилетает Тинкер. Захотел бы задинаить, но не получилось. Снайпер добивает этот Тауэр. Лазер, к сожалению, так далеко не достает. Если бы был Аганим, можно было бы попытаться, конечно, кинуть через Крипа как-то. Но Аганима нет. До Аганима не хватает еще 2000 золотых монет. Так, Розон с Яшей, с Драгон Лэнсом. Романчиками. Опять эти Драгон Лэнсы на Розоры. Ну ладно, только за счет статов можно оправдать покупку этого артефакта. Законы начинают высасывать в дорожку, правда, очень быстренько по Лайдай все это дело сбивает. У КФ хороший купол, еще и Чайник летает во всем этом деле. Как же неприятно, Йеллус и Борин сейчас накрывает их команда Каэфи, быстро убивает двух персонажей. Сами выживают практически все, кроме Шадоу Шамана. По Лайдай тоже пострадал, просел по ХП, но добить его уже никто не может, потому что находится слишком далеко. Артас ультимейт, куда он там заряжает ультимейт. Просто пока что клацает своим ружьем. Бум, по закону. Ну тот под реакцией фармерами. Иргейнс, я думаю, классно, спасибо. Наконец-то пойдет в Тир-1 Тауэр в центре. Или не хотят делать его динайм, боятся. Подходит и Пайлайдай, причем еле-еле уходит. У него всего лишь 60 хп остается. Иргейнс на базе вернется к тиммейту. Синг-синг. Тоже уходит на своем блинтагере. Ну и что мы имеем на графиках? Только по экспириенсу очень сильно обновился график. 10 тысяч становится по экспе, по голде преимущество всего лишь 6 тысяч. У снайпера появляется форстаф. Ну мы понимаем, что уже знаменитая пика у Артаса есть. Ну хотя на снайпере пику я тоже могу оправдать. Дальше делали чистый форстаф на снайпера. Либо бингвагер, либо форстаф для того, чтобы... Когда с тобой сокращают расстояние, ты мог бы этим форстафом себя толкать и оказываться там, где тебе нужно. То есть подальше от врагов, опять же, на безопасном для себя расстоянии и настреливать издалека. Здесь, прошу прощения, пропустим, как Разор забирает шаду шамана. Так вот, а тут еще и пика есть, которая мало того, что позволяет тебе себя отталкивать там как-то, ты еще и врага можешь оттолкнуть назад и бить еще большие ранжи. Кем тебе хотелось бы. Минус 3 выходит. Что творят Йелу Субмарин, что творят Каипи. Просто друг друга месят, как бешеная. Была какая-то заминочка в игре, когда фраги не делались, но потом все нормализовалось. Вы посмотрите. Вот он, тот самый промежуток и какое обилие фрагов сейчас идет. 19-20 на графиках 5000 по галде, 8000 по экспириенсу камбэкаются потихоньку Йелу Субмарин. Ну и вот на самом деле я верю в этого снайпера. Он может сделать очень многое, если будет держаться очень-очень далеко, конечно. Не будет позволять прыгать на себя тинкерам, фейстлс, вайдам и прочим героям, которые могут до него долететь. Сомневаюсь я уже очень сильно в шаду в шамане, что он сможет до него долететь. Он скорее прыгнет и погибнет. Не успев проюзать ни хекс, ни шейка, он просто будет вот так вот стоять и замахиваться своими ручками. У тинкера тем временем 16 зарядов в ластовне есть пайп. Снайпер 1400 галды, тут ничего. Здесь 1980 галды и лолик пока ничего себе не приобретает. У дума появилась хедреска, появились кольца на все руки, на все пальцы. Про титана тоже ничего. У тинкера, как видим, аганин 1100 галды, из остальных артефактов все то же самое. У фейстлс, вайда, появится диффуза, все-таки решил купить диффузики, аниманд оставил себе на этого молодого человека смотрели. Ну и шаду в шаман, блин, даггер, на концу. Все. Одни здесь в маках прикрывают артуса, байтят на него другие. Здесь в маках бегают кого-то, пытаются споймать, тоже байтят на заку, на который сейчас спокойно убьет этот тирадин тавер. Одна, конечно, сомневая, что он добьет, для чего оказывается сильнее. Все-таки 81 единица белого урона, не особо приятная анимация. Не позволили это сделать имберу под таким количеством крипов. Дум, пайпы, хут, вернее хут, потом пайпы. Есть блин, даггер, барабанчики. Мы его тоже недавно смотрели. Тут, кстати, курьера убивает, который летел назад после того, как доставил пайпы к Думу. Знает сейчас Ялус и Марин, где находится их враг. Артус отступает в хорошую позицию. Кстати, не в очень хорошую позицию его видно на обсервере. Сразу же начинает двигаться туда лещ, Тимбер тоже. Выпиливает все деревья. На Тимберчейне прыгает вперед в виде темшентов. Но снайпера уже далеко. Тут еще оказывается Элдор Титан неподалеку стоял, который разломом и стомпом мог помешать. Горг дожидается, ну, наверняка, какого-то хиленького героя, вроде Шадоу Шамана. Надеется, что он придет сюда отпушивать, но мне кажется, вряд ли. Где там Шадоу Шаман? Секси Бомбо бежит в сторону рунки. Вряд ли он выскочит сюда. Юрк может убить, по-моему, только его. Хотя и Тингера можно попытаться. 1600 тп. Кидывается собаками. Но Юрк опять стоит в безопасном положении. Так, чтобы эти собаки-попусаки не сбивали Блиндаггер. Но все-таки решил затопачиться к тиммейтам. Горик устал здесь стоять. Никто не приходит. Лорик, я, кстати, думал, что он возьмет себе Сэнжин Яршу. Может быть, так изначально и задумывалось. Но сейчас это 100% будет из Сэнжин Яршу. Здесь Зэгун совершает мега-убийство. Забрав Дума, пошел разлом. По Зэгун 100% попадет. Высасывают дэмэдж. Еще и Финк Грифом подцепили. Бедный Кимбаршон, сколько слов по нему заюзали. Но это приносит свои плоды. Мега-убийство с него снимает. Вон Сэгун как-то ждет лазером. Синкер забирает одного, ведь забирает другого. У Лорика тоже проблемы. Синксинг двигается за ним. Лорик 126 урона на Ассаса, но не у Синксинга. Цикл для снаряда. Броня снижена уже на 4 единицы. Ей еще одну тычечку по Лорику. Дает Синксинг. И прерывает серию убийств. Минус 4. Опять же, Каипы в ноль выигрывают этот файт. 1800 голды. Потеряли Тимбера. Причем на этого Тимбера просто потратили все с полу. Сразу же три персонажа. Ну и даже несмотря на то, что больше дэмэджа нанесла команда Yellow Submarine, они в салат проигрывают этот файт. Здесь Тинкер 2700 урона нанес. Сонно просто бегает, громит противника. Что нам в графике расскажут, что нам в графике покажут. За 8000 по экспириенсу, по голде за 7500. На самом деле здесь уже почти десятка. После этого Таура, я думаю, будет 10. Ну, чуть меньше, чем 10. Буквально там. На 800 голды меньше, чем 10. То есть 9200. Каипе впереди. В дефозе Килинг Комсфера, блин, Танкер. Здесь у Снайпера после пики ничего не появилось. С 2000 голды зато есть на руках у Бейна тоже. У Разорчика БКБ 10-секундная Dragonlands. Лежат всякие артефакты уже ненужные в тайнике. Думаю. Нет новеньких артефактов у PSM. Очень долго появляется ЮУ. На самом деле, ну прям супердолго. А куда он ходит PSM один? Сексибамбос по Илайдайм замечает его. По Илайдай снова не жалеет ультимейт. В итоге, Сексибамбо бьет молнией своим Эзершоком. И хоронит Олдер Читана. Денег маловато, конечно. Сразу же у трех персонажей команды Каипе. Ну, приятный фраг. Нашли, убили. Победили. Как же Бунт Севен? Я, кстати, не обращал внимания вообще на общую ценность. Оказывается, тут у Тинкера 17300 общая ценность. Что гораздо больше, чем у Снайпера. Или у кого-то еще из команды. Йоу Субболин. Да, в принципе, из команды Каипе тоже. Здесь у Синктина 12700. Летает. Все еще убивает лесных критов. Все еще сплит, бушит линии. Все еще будет продолжать этим заниматься. Особенно сейчас. Это очень полезная вещь. Кстати, покупает себе догон первого уровня. Выкладывает догону в тайник. Кладет ему обратно, чтобы быстрее подрегениться. Молку перекладывает. Все по стандарту. Кинеса контроля. Нарошан почти погиб. Йоу Субболин может быть даже подозревает, что на Рошане находится у нас команда Каипе. Но двигаться туда слишком опасно. Очень много дэмэджа в площади какой-то. Ну, то есть того я дэмэджа у Каипе. И Тинкер, который там пили всех налево-направо. Ультимейт Лича, который сейчас в пулдауне, конечно, находился. Но Фейслос Войт, который ставит купол. Тинкер, который теперь... Мало того, что ракеты летят почти по всем. Лазера тоже самое делают. Еще и машины есть. В общем, ужас. В узких проходах не хочется драться. С Синг-Сингом и компанией. Ну и сейчас, возможно, будет та самая драка. В узком проходе прыгает Синг-Синг, видит нолика, будет листавить купол. Вроде только что край глаза заметил ПСМа. Увидел ПСМа и очень круто накрыл его куполом. Это значит, что ПСМ не сможет дать качественный разлом. Хотя все еще может быть. Тимберсоул слетает вниз. Умирает только Шабл Шаман. Синг-Синг-Синг-Сериал только Аеги стоит. Нарезает эволюшн. Нужно дать еще одну тычку, для того, чтобы прошла пассивочка. Синг все-таки убивает своего оппонента. Зекун все еще дерется с Артасом и ПСМ. Кстати, я так заметил, Артас неплохо дэмэджи наносит. Быстро сводит Шабл Шаман в таверне. Зекун, может быть, тоже там окажется. Но Тимберсоул должен лететь к деревне. Сокращает расстояние Бон Севен. Постоял немножко под Шрапнелью. Кстати, почти умер. Но Артас пытается бежать куда угодно, для того, чтобы Тимбер его не догнал. На развороте. Бу-бу. Тинкер уже отрегенился. Почти фуловый. Ну, наполовину фуловый. Или наполовину лоу-кпшный. В зависимости от того, пессимист или оптимист. Приходит обратно. Очень активно так перекладывает все артефакты возможные. Подает ботл. Мидлейн пошел отпушить. То туда, то сюда. Очень резвый парень. Ну, кстати, Йелл Субмарин все равно смогли защитить свой хайграунд. Никак Кайпи не навредили. 15 тысяч по голде, 15 тысяч по экспириенсу. Большая вероятность того, что эта игра закончится 2-0 в пользу Кайпи. Но на второй игре Йелл Субмарин уже показывает себя как-то более круто, более спокойно. Не делают ошибок никаких критических. Ну, попадается там, где должны были попадаться. Просто месяц, дорогой. Тотку я люблю. Особенно, когда ты смотришь эту игру в соло. Просто самая замечательная игра. Моннстопом месяца тебе есть что говорить. Может быть... Потерь кадров или чего-то еще не должна. И звук отставать тоже не долго. Либо это очередная такая новость для людей, которые любят решавлу. Может быть, Хакон попал куда-то в команду повыше. Пригласили его. Ну, либо просто ушел искать новый стак. Не понравилось ему, где он Субмарин. Хочется роста все-таки. Артас с МКБшкой. Ох. 112 или 124. 0,73 секунды на атаку требуется Артасу. Фейслос в этом забирает. Он до двойного урона. Вот, кстати, не хотел бы я оказаться в куполе. Таким вот фейслос войдом. И бьет быстро, и бьет сильно. Плюс еще пассивочка неприятная действует. Он только что побегал по обсерверам. Поэтому никто на купол не наткнется. У кого там Шива у нас появилась? У Тиндера появилась Шива. Есть Пайпы, есть Блокстоун, в котором 14 зарядов. Здесь Лолик продолжает своим кнутом холстать башню. Узывается скан. Ну, сканирует территорию силы тьмы для того, чтобы увидеть, где именно находятся враги. То есть ты проверяешь вот эту территорию, понимаешь, что там никого нет. Делаешь ставку на то, что в лесу находятся остальные члены команды. Ела в субмарин, ну либо делаешь ставку на то, что там вообще никого нет и просто идешь драться. Как о Иппе даже смещаться не думали. Прилетел, пооткидывался, улетаем назад. Еще и Закун пришел помочь. Подфармить парочку крипов. Интересно, конечно, что Тимбер сделает следующим артефактом с этим Вайдстонгом. С одной стороны, вообще нужен Лолик и Хорк, Закун. С другой стороны, и Хекс бы не помешал явно. И Тимкеру бы Хекс не помешал. У него сейчас 3800 голды на руках. У него хватает на догон пятого уровня. На байбэк оставлять смысла вообще никакого не имеет. Он быстро переродится. То есть, либо Бон Сэмон задумал купить себе какой-то артефакт одним кликом. Либо непонятно, почему он копит денежку. До Рошана. 5 минут 30 секунд. Все еще ничего не покупает себе. Вон Сэмон снова затишни. Ну вот, наконец-то смог. Вот команда Ялл Субмарин попытается сейчас кого-то найти, кого-то убить. Причем они видели вот этих вот молодых людей. Они знают, где они находятся и двигаются в относительно правильном направлении. Главное, чтобы они вот так вот не пошли. По-моему, не очень круто. Вот, 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 вот ПСМ молодец. Рисует классную картину. Говорит, что надо заходить так, нужно заходить в спину, иначе мы можем спалиться и все будет плохо. Пошел Плазмофилд, слетает Смоук. Никто никого зацепить не может. По закону настреливают. У него очень много армора. Просто 5 плюс 32. Подолбер сюда на пассивочек. Я могу смотреть, сколько у него там армора. Ну, хотя только белый держится же, да? Поэтому, виноват ему. Срезает все, что могут, высасывает демог. Тин-тинк накрывает куполом ПСМа и Лолика. Летают лазера. Йорк сам встал в купол. Говорит, пацаны, зайду-ка я в купол поставил. Почему-то и нет. Тин-тинк умирает. Лолик с Эволюшиным все еще на ногах. Йорк холостает своим лейдом. По Зе Куну. Также погибает Лич. Ультимейт от Снайпера. Они уже ли догонят к этому спаме? Нет, приходит в Фонселу назад. Какой же хороший лазер. Он байбай полседа или он просто прилетел назад? Да, он не пригенялся. Просто прилетел назад. И наказал команду у него ультимарин. Выдает догон. Правда, Тим-тинкер на этот раз точно погибает. Зе Кун едет живой. Пытается там спилить Снайпера. Но в итоге может поплатиться. Еще и Гем выбивает. Ультимейт от Снайпера полетел. Лолик бежит до конца. Тимберчейны спасают Зе Куна. И Лолик может погибнуть. Как же обидно будет. Плазма Филдом не достает до Зе Куна. Он выживает. Артас пытается аккуратненько забрать Гем. И сразу же выталкивает себя на форстаф. И теперь нужно каким-то образом быстренько оттуда слинять. Забрал Гем. И все. Нет нижней стороны. Оказывается. Команда Еллу Субмарин. Вот это поворот. Блин, вот почему нельзя ничего мотать? Мне так не нравится. Давно уже пора было придумать, чтобы можно было мотать и просматривать все заново. Ты же комментируешь игру. Мало ли ты что-то упустил. Ну ты просто можешь вернуться и посмотреть, кто ты упустил. Чтобы никто не горел. Ну, ну так все просто. Говорит нам Valve. И не хотят ничего добавлять. Ну, росло. Психанул, купил Кирасу себя. Фейслос Войт, Тинкер. Я не совсем понимаю, зачем Разорос здесь нужна Кираса. Против кого он там собрался защищаться. Против какого физического урона бешеного. То есть здесь Фейслос Войт, который без того тебя будет бить по лицу в больно. У него все-таки пассивочка есть, которая наносит, если что, магический урон. Тут Тинкер, который бьет чистым магическим уроном исключительно. Что-то очень странное решение. Перенимает Лорик. Купив эту Кирасу. Хармор здесь вообще не нужен. Лучше бы уже Тараску взял, как раньше покупали на Разорах. Было бы не 1200... Ой, это Бэйн. Мне показалось, что 1260 хп у Разор. Думаю, как так-то. 2280 хп. Было бы гораздо больше. Хармор здесь явно не помогает тебе выживать. Выживать. Все еще не могу понять, что это за пучка вообще. Вот что это? Это не дубина, это... Что это? Просто какой-то факел такой, которым вечный огонь носят. Здесь, кстати, Синхинг снова находит Артаса. Кстати, вот именно тот таргет, который нужен. Несекти Бамбо прыгает сюда, в дикстил Артаса, чтобы он не смог использовать свою пику. Лайкер, так он взлетает. Все в этого Снайпера. Бэйн, который старался засейвить своего тиммейта, умирает. И то же самое делает Элдер Титан. Трипл Кюль для Бон Севена. Ракета все-таки долетела в 116 цель. 26-36. Становится счет. 1740 голды зарабатывают за 3-е в траге каиты. Сколько там Снайпер урона нанес? А, 0. Так и живем. Все-таки до сих пор мне не нравится выбор этого Снайпера. 5000 голды, да, вносит он периодически много урона, но периодически. Есть герои, которые сокращают расстояние. Я надеялся, я верил, что Снайпер сможет. Но вот так вот с каждой новой дракой выгружает в своей неправоте. 1740 голды. 1000 голды. Синхингер заработал. Но это не судьб важно, потому что здесь уже месяц лорика, который подрубает боковая, что пытается убить Дума. Дум погибает. Летают лазера, Бон Сэмон уже в Соляново на базе громит противника. Елл Субмарин вынужден хоть кем-то байбекаться. Байбекается Думбрингер, Бейн и Элдер Титан очень скоро появятся. Каипи пытаются справиться со второй стороной. У них получается сделать это очень быстро под змеями. Лолик высасывает урон. Синхингер прыгает назад. Кстати, Эволюшн начинает чекотать Синхингер. Может, где кто-то прийти и помочь приходит Бон Сэмон. Раздает лазера, башки убивает Лолик. Лолик должен погибнуть. Хотя на Бон Сэмон кинули гулки, все очень качественные. Но это не помогает Ёрку. На этот раз байбекается разов. Попытка номер два. Но у Бон Сэмона заканчивается Дум. Он захиксил Лолика. Врывается со своим догоном, со своим лазером. Еще раз догон лазер. И Лолик умирает. Заканчивает дело Тимберсоу. Делает трипл килл, между прочим. Совершает мега убийство уже. Но я думаю, можно писать БГ. Много, конечно, времени Каипа по сравнению с первой картой понадобилось для того, чтобы переиграть Ёлу Суббарина. Возможно, еще минуты пять понадобится для того, чтобы их победить. Если не пойдут сейчас вперед и не запокусят Тимберсоу, хотя должны вроде как. Учитывая, что там совершенно нет байбеков. Там уже под фонтаном издеваются над командой Ёлу Суббарин. Пытаются Ти Сэма убить под фонтаном. У них это получается. Бон Сэмон зарабатывает уже неудержимый стрик. 14, 4, 16. Ну, Каипы, конечно, краткарты. 2-0. Ни одной карты. Они пока что не проиграли на этом турнире. Показывают практически идеальную игру для себя. То есть лучше они не играли, чем сейчас. Даже Зая, мне кажется, Каипы играли похуже. Все четко сейчас делают. Не спешат, не ошибаются. Бон Сэмон, главное, не закидывая. Бон Сэмон все делает очень круто. 27, 44, 44 минуты понадобилось Каипы для того, чтобы победить на второй карте этого противостояния. Следующий раз будет немножко на другом канале. Azubu.tv.pro.ru На котором должен был состояться этот матч. Но, к сожалению, Сия-регион сегодня играл дольше, чем обычно. Поздравляю, Каипы! Сия-регион сегодня играл дольше, чем сейчас. Да. Зая-регион сегодня играл дольше, чем сейчас. Как список сейчас заитирует. Продолжение следует. Поздравляю, Каупов. Сая-регион сегодня играл дольше, чем сейчас. КакDP- oli, каупов-вс-кой на каупов-вс, complications и с каупов-вс? Продолжение следует...